Андра Нейбурга Нотикумс без комментара Комментировать не будем Перевод Андрея Левкина Читает Евгений Бразуль-Брушковский Да, теперь всякое болтают. Полоумным он был, головой повредился. Может, не знаю. Только тогда, уверенно, тогда-то он в себе был. Вы что имеете в виду? Да, конечно, по своей воле, какой тут случайно. Семи пядей во лбу он, понятно, не был. Все эти его расчеты в лотерею выиграть и то, что он от рождения для чего-то высшего предназначен, и впереди у него какое-то преображение, и он не то богатым, не то знаменитым сделается. Смешно. Он... Да у него носки вечно воняли. И еще эти женщины. Понять не могла. Что они в нем находят? Вообще, что там искать? Он же был такой маленький, помятый, растрепанный, лично крошки в бороде. И с тех пор, как его мама умерла, ходил, кажется, в одном и том же. Вот глаза разве? Глаза у него особенные. Не скажу даже, словно горящие, что ли. Будто он постоянно видит что-то такое, чего никто не видит. И это, ну, то, что видит. Ужасно ему нравится. И представьте, приходили женщины. Довольно симпатичные девушки. Ну, одна другая чуть с приветиком, допустим, а другие ничего, нормальные такие, приличные. Долго из них никто не удерживался. Уж не знаю, то ли они ему отворот-поворот, то ли он. Я не интересовалась. Но как-то очень печально. В такие моменты он не делался. Мужчины? Нет, мужчины к нему не захаживали. Друга у него не было ни одного. Да, вот тут рядом его комнатенка. Мы здесь вдвоем жили. Квартира маленькая, две комнаты и кухонька. Туда он редко выходил. Чаю разве заварить? Ужасно крепкого. Я даже не знаю, он ел ли вообще. Ни разу за едой его не застало. Да уж верно, обходился как-нибудь. На улицу он редко выбирался. Кто его встретить хотел, к нему приходили. Одна придет, потом приведет подружку. Ну, та, еще кого-нибудь. Так и шло. Нет, что бы, он не работал. Он инвалид был. Пенсию получал. У него врожденная болезнь, что ли, не знаю. Внешне так ничего не заметно. Когда у самого гостей не было, он ко мне заглядывал. Изредка. Очень ему о себе рассказывать нравилось. Такой он, где умный и талантливый. И сколько всего прочитал. Сам освоил, как он выражался. Он себя нереализовавшейся личностью называл. То есть, понимаете, могло из него что-то получиться, а не получилось. Один пшик. Но вот нет, оказывается, дремлют в нем еще громадные силы. Он нас всех еще удивит. Да, еще он жертва века. Он так это торжественно выговаривал с таким самоуважением, что кажется, очень ему это по душе. Быть жертвой века. Однажды он себя еще назвал... Как же это было? Вот. Гедонистом каким-то. Что за птицы? Вроде педиков, что ли. Я ему сказал, чтобы он со мной таких вещах даже не заговаривал. Противно. А он только в ответ хохочет. Точно тронутый был. А иной раз мечтать начинал. Что вот устроит, когда в лотерею выиграет. Домик купит в Греции у моря. Как вам нравится? Да кто тебя в эту Грецию пустит? А он только глазищами сверкает и хохочет. И меня, обещает, с собой возьмет. И море там голубое, и вообще тени титанов духа, видите ли. Вот уж спасибо, говорю. Море всюду синее, и тени по соседству в его комнате обитают. А у них ко всему еще и капитализм, насколько мне известно. Нет уж, извините. Это его ужас как веселило. Он вообще у меня много смеялся. Ко мне он неплохо относился. И как сосед, и так. Знаете, лучше уж он, чем какая-нибудь старая кикимора, которая только и забот, чтобы подсматривать чем-то занята. И кто к себе ходит, и во сколько ушел. Он к тому же такой тихий был. Никаких вечеринок, никаких тарарам. Занимается там себе со своими женщинами потихоньку. Иной раз, кажется, даже спать не ложились. Так и прошепчутся всю ночь о чем-то. Но мне это не мешало. Иногда, правда, он исчезал. И надолго. В первый раз я даже волноваться начала. А ничего. Через неделю объявился. С виду более обшарпанный. А в остальном все в порядке. Где я бродяжничал, спрашиваю. А он на Олимпе с богами, знаете ли, беседовал. А? Потом я в коридоре на полу автобусный билет нашла. До Витрупы. Это, говорю, при случае, как понимать надо, боги в Витрупе обитают? Или просто бабенка горячая? А он совершенно всерьез отвечает, что богам богов, а человеку иногда с природой. С глазу на глаз побыть надо. И с собой потолковать. Ну да, мой отчим тоже с собой поговорить любил. Как наберется, так и вперед. Так ведь этот-то не пьющий. Да, читал беспрерывно. Вводи все про тех своих греков и философов. Я его раз попросила. Дай мне, что ли, погляжу, может пойму чего. А он нет. И все тут. Я, видите ли, дитя природы. А чтение меня только испортит. Ну, тогда я на него всерьез обиделась. Да, из деревни, да, они городская, отвечаю. Ну, так что этим попрекать? И тоже мне дитя нашел. Давно я уже не ребенок. Уж если вся эта собачья жизнь мне испортить не могла, так куда там этим его греческим трезвенником? Ох, да он не знал, кто я и откуда и вообще. Причем тут деревня, когда он вовсе не то имел в виду. Не хотел обижать. Да какой из юродивого спрос. Нет, вот чего не было, того не было. Не подъезжал он ко мне, ну, как мужчина, если бы об этом. По правде сказать, меня это даже задевать начало. Ну, в самом деле, вводит к себе всяких. Иная просто кура общипанная, а на меня ноль внимания. Я его как бы, ну, как бы в шутку спрашиваю. Слушай, в чем дело? Что у меня не в порядке? И знаете, что ответил? Глаза у меня монгольские. Ну, как? Он, правда, чуть по-другому сказал, но неважно. Нет, но монгольские глаза у меня латышки из-под резекна. Тут я на него второй раз обиделась. Я злюсь, а он хохочет, как припадочный. Будто вовсе рехнулся. Я даже перепугалась. А он тут стал серьезным и говорит, что просто не хочет наших отношений портить. Ну, ладно, это я могу понять. Так все и осталось, как было. И тут появилась эта тетя. Мне она сразу не понравилась. Такая крупная, знаете, широкоплечая, прям корабль какой. Волосы светлые, брови черные, ноги длинные и холодные. Почему, не знаю. Мне все казалось, будто от нее холодом, как из подвала тянет. Шея, как столб, что корма ледокола. Одна дамочка ее привела. Привела, посидели и увела. А этот совсем задумчиво и взделался. Заходит ко мне, садится возле трюмо и на стенку, на коврик, глаза пялить. Не говорит ничего. Ну, я ничего. Довольно долго сидели. Потом он как-то собрался и давай выяснять, как мне эта женщина понравилась. Ну, которая только что тут и тому подобное. Ну и что? Говорю, как думала. А этот сидит, как сидел, с дурацким лицом и словно и не слышит ничего и вообще не весь где находится. Наконец так робко, тихо, чуть не шепотом, что вот ведь есть самое прекрасное, что только и быть может. Она же совсем как Венера, нет? Разве? Ну, знаете, мне это уже чересчур показалось. Я все-таки не полная же дура. Техникум вот кончила. Хотя бы знаю, есть там где-то такая богиня. Но все равно, нехорошее имя. Я так и говорю, понравится она мне, не понравилась. Но все равно нельзя же незнакомого человека сразу таким именем. И вообще говорю, не пара на тебе. Вон, в зеркало погляди. Он прям с табуреткой развернулся, смотрит в зеркало. Глядит и, похоже, ничего понять не может. Ну как? Спрашиваю. И он тоже. Ну? Тут я без всяких там околичностей говорю. Тебе ж с ней рядом и не видно. На нее одно таких, как ты, четверых требуется. Как ты, мелюзга, такое предприятие обслуживать будешь? Он глаза вытаращил, на меня уставился, потом словно очнулся, расхохотался и давай заливаться. И так хохоча поднялся и пошел к дверям. В дверях обернулся. Заквохтал так потешно и говорит. Мал да удал. Так она и начала захаживать. Не очень часто, но регулярно. Этот всех прежних невест разогнал, тоскует и ждет, ждет и тоскует. Ходит бледный, грустный. А Венера заявится, сразу чумным делается. Бежит, словно ошпаренный, обнимает. Ко мне заскочил, румянец в пол лица, просит чашки какие-нибудь поприличнее. У самого-то вся посуда щербатая. Ну, я дала из своего чешского сервиза яркие такие, перламутровые. Перламутровые, еще колбасы нарезала и огурчиков дала. И варенье к чаю. Жаль мне его стало. Венера, это в библиотеке работала, что ли. Таскала сюда всякие книжищи, старые, здоровенные такие. Читали их там вместе, рассуждали о чем-то. Да пусть себе обсуждают, понятно, ни жарко, ни холодно. Но потом она начала в кухню высовываться. Сначала просто вместо него чай заварит. А потом и продукты приносить вздумала. Это мне уж совсем не понравилось. Посторонняя на моей кухне. Да тем более еще и такая большая. Ладно, терплю, я не люблю собачиться. Ну, хорошо, пускай, но все эти его шуточки, сюрпризы. Однажды, делая осенью, он весь коридор астрами разукрасил. На полу понабросал, в стенки понавтыкал, на лампу нацепил в честь, значит, этой Венеры. Венере что, пришла? Ахи-охи, а мне эту ботву собирая и волоки на помойку. Или позже, когда первый снег выпал, густой, сразу много нападало. И этот, едва снег повалил, выскочил на улицу, выскочил, и давай его у нас в коридоре стелить. По щиколотку натаскал. И топить печку не дал. Не дай бог растает. Ну, извините, она что, снежная королева, что ли? Нет, он, видите ли, своей ненаглядной первый снег подарит. Снаружи все уже растает, там дворники со своей солью, а тут, нате вам, первый снег. Ну, с меня довольна. Слова не сказала, ушла в свою комнату, в шарф замоталась, шапку надела, пусть делает, что хочет. Он тоже в своей. Окна нараспашку, двери настишь, чтоб холод там был, и ждет. А Венера все не идет? Через пару часов под мою дверь черная жижа потекла. Ну, конечно, растаял, но в самом деле вату бы, что ли, накидал, все бы лучше. Делать нечего. Беру ведро, тряпку, вожусь, аж взмокло, до полуночи. Так мы с ними жили довольно долго. Однажды Венера со мной разговор в кухне затеяла. Издалека так. Что, дескать, он за человек, и как тут раньше без нее жил? Я сначала молчала, чего мне в чужие дела соваться. А она все не угомонится. Кружит вокруг и так, и сяк, пока все уши не прожужжала. Ну, я и сама не понимаю, что нашло. По всем пунктам отчет и дала. И еще от чистого сердца добавила, что нормальным его назвать не назовешь. Ну, славный ведь. Жил никому не мешая и хорошо себя чувствовал. А вы тут только сквозняки разводите. Совсем бедняги, мозги хотите закрутить. Не понравилась она мне. Но все таки продолжалась. Только с тех самых пор моя вина, не моя, уж не знаю. Ну, что-то у них поломалось. Иной раз слышу, чуть не ругань. Я, понятно, с расспросами не лезу. Он ко мне тоже не заходит. Живем. Каждый по себе. И вот как-то вечером заявляется. Даже чайник принес. Давай, говорит, посидим, покалякаем. Только сам ничего не говорит. Чай прихлебывает. Обжигается горячий. Я разговор пробую завязать. Спросила, как там успехи в лотерее. Ответил, что пока никак. Ну, вот в конце декабря тираж. Там он на крупный выигрыш рассчитывает. Бедняга. И опять молчать. И чаем обжигаться. А потом вдруг, словно с духом, собрался и выпалил. Хочет он на Венере жениться. А? Что я ему на это скажу? И глядит на меня. Даже зло разобрало. Словно я вот именно тот человек, который ему всю судьбу расскажет. Смотрит жалобно, умоляюще. А в бороде крошка запуталась. Я уж хотела сказать, чтобы жил и не рыпался. Чем ему до сих пор плохо было? А если уж так на горячие обеды потянуло, то ладно, обеспечила бы я ему их как-нибудь. А Венера это, если и согласиться, так ведь под каблук к ней идти. Хочу сказать, а не могу, понимаете, слова эти выговорить не могу. Но не получаются слова, и все. И тут как завела. Самое страшное от того, что несу. Дескать, очень даже разумно, правильно, давно пора такую женщину поискать и т.д. и т.п. А в конце спрашиваю, ну а сама она что? А та, оказывается, об этом и не знает. Ну, слава Богу, думаю, не выйдет ничего. Но вслух говорю, что все уж лучшим образом устроиться и, так сказать, на вот тебе мое благословение. Только сердце чуть ёкнуло горько, стало и грустно. Тут и Рождество подоспело. Он ко мне зашел, смущенный, застенчивый. Не могла бы я ему помочь в бочке прибраться. Это он свою комнату от чего-то бочкой прозвал. Ну ладно, ладно, привела я ее в порядок. Ёлочку купила, нарядила, все как положено. Самого в баню отправила, рубаху чистую выдала. И вот присаживается он возле ёлки этаким ангелочком. Чистенький, волосы гладенькие, с проборчиком и ждет. И коробок спичек в руке держит, чтобы свечи зажечь, как у двери шаги. Даже подарочек какой-то под ёлку сунул. Ну, я и пошла к себе. Появилась эта Венера. Долго они там у себя сидели. Я в своей комнате. Я на Рождество ёлочку не зажигаю. Не праздную. Просто сижу, смотрю телевизор и думаю, ну все, никуда уже не денешься. Сделаешь предложение и что-то дальше будет. Наутро мой грек как покойник, осунувшийся. Да, сделал он предложение, только эта ничего определенного не ответила. Обдумать хочет. В новогоднюю ночь у бедолаги моего как раз день рождения. Тридцать шесть годиков стукнет. Вот она придёт и скажет своё слово. О, Господи. Как он эту неделю прожил не рассказать. То веселится, как маленький. Нехорошо, так невзаправду. То опять на кухне. За газовым баллоном притулится в углу. Голову обхватит. Молчит. А спросишь его, что? Не отвечает. В свою комнату, понимаете, вовсе не уходил. Только на ночь спать. Не хотел, наверное, один в четырёх стенах останавливаться. А мне же на работу днём. И верьте, не верьте, на душе неспокойно. Вечером никуда не заходишь по дороге, домой торопишься. Как в дурном сне до Нового года дожили. Я к приятельнице собиралась. Компания, всё такое. Вот не смогла, осталась. Не смогла, и всё тут. Спросила у него, может, порядок навести. Ну, как в прошлый раз. А он рукой махнул. А, будет всё как будет. Ну что, разошлись по комнатам, сидим поодиночке. Как уж там он, не знаю. А меня странная дрожь одолела. Мурашки бегают. И только что зубами не стучу. Телевизор смотрю. А про что? Не понимаю. Сижу. А Венера все не идёт. И рядом, в той комнате, ни звука. И с каждой минуты мне всё больше не по себе делается. Будто кто-то из меня весь воздух выкачивает. Выкачивает. Завораживает. В конце концов, не выдержалась. Сделала бутерброды со шпротами. Сложила на подносик. Бутылку вина прихватила и пошла к нему. Стучу. Не отвечает. Так зашла. Сидит, съёжившись на своей кушетке. Лицо только что не зелёное. Даже глаза не светятся. Ёлка осыпается. Пыль во всех углах. Ну ничего. Меня увидел, оживился немного. Печально улыбнулся. Вот как. Не выгорело. Да, соглашаюсь. И давай его утешать. Стол от книжек освободила. Поставила бутерброды, вино. Ну и всё втолковываю, что никакая она не особенная, а как все. Чего уж там горевать. Ну и сама чувствую. Не те слова. Не слышит он их. Мимо. Мне, знаете, то ли заплакать захотелось, то ли рот себе заткнуть, чтобы нудить перестало. Собралась, слёзы сглотнула и замолчала. А через секунду и теперь не пойму, что такое со мной случилось. Словно вдохновение, что ли. Как начала, да так, что не остановишь. Про всю эту Грецию и прочие его дела. Ахинею, наверное, полную несла. Я ведь про всё это ни бе, ни ме. Валю в одну кучу всё, что когда-то слышала или в кино видела. И как мы с ним туда поедем. И вообще. Наверное, это всё по-идиотски выглядело. Потому что, смотрю, оживился он немного. И, гляди-ка, поддакивать начал. А там и хором орать начали. Я ему вина налила. Он и не возразил. И себе налила. Ну и давай с ума сходить на полную катушку. Ещё раз на него тучи нашли. Как запричитает вдруг в голос, что пропало. Всё пропало. Не денешься уже никуда. Вот и с этой, конечно, всё покончено. И лотерея. Чушь полная. И вообще всё это. И жизнь его. И Греция. Блеф полный. Ведь тридцать шесть. Тридцать шесть уже. Тут я опять свой концерт вперёд. Схватила какую-то тряпку. Обмотала вокруг пояса. И, ну, прыгать по-дикарски. Это греческий орутанец. Я тебе хоть каждый день там такое танцевать буду. На стенке у него веночек висел. Прошлогодний. Слигу. Напялила ему на голову. Он скачал. И давай со мной вместе отплясывать. Так мы вопили и прыгали, пока из сил не выбились. У меня дыхание перехватило. Свалилось на кушетку. Он рядом плюхнулся. И заливаемся оба. И тут он, смеясь, ещё спрашивает вдруг. Хочешь со мной сегодня, а? Неважно, что я тогда думала. Встала. Допила вино. Принесла из своей комнаты чистые простыни. Постелила. И он меня раздевать начал. Раздевает, понимаете. А у самого слёзы. А я стою столбом и дрожу так меленько. Но потом я не хочу об этом. Да и помню мало что. Он всё про синее море бормотал. Про эгею какую-то. Про белые колонны. Так мне ещё ни разу не было. Скоро нет. Ужасно много времени прошло. Светать начало. Он поднялся. Подошёл к окну. И на подоконник забрался. У него там цветок стоял. Тоже с греческим названием. Он его сначала на пол спустил. Оставил и забрался. Видите. Теперь вспоминаю. Тогда не знаю, что со мной было. Вино и... Эта ночь. Подумала, что он, пожалуй, в самом деле красив. Если так смотреть против света. И грустно немножечко было, что в свою Грецию он меня с собой не возьмёт. Я даже не заметила, когда он пропал. Потом мне холодно стало. И я проснулась, наверное. И тут всё поняла. И где я? И пятый этаж? И всё. Я закричала. Я страшно закричала. А там внизу уже толпа. В дверь стучат. Никому я про это не рассказывала. Послушайте, если вам не трудно этот цветок, вы не могли бы этот цветок с собой забрать? В русском переводе опубликовано в заборнике «Голубь под дождём. Молодая латышская проза». 1991 год.